Паноптикум. Всем привет, это Паноптикум на телеканале Дождь. Меня зовут Анна Немзера, главный герой сегодняшней программы Василий Уткин. Здравствуйте. И Александр Невзоров. Здравствуйте. Да, приветик, приветик. И с нами монстр наш, летающий, который в течение программы выбирает какое-то одно слово, реагирует на него, и задача зрителей узнать, что это за слово, и прислать нам его в чат или в твиттер с хэштегом Паноптикум. Тот, кто успеет первым, получит в подарок месяц подписки на телеканал Дождь. И мы переходим к нашим темам, поехали. Ну, Назарбаев, конечно, глава Казахстана, Нурсултан Назарбаев, сложил с себя президентские полномочия сам, добровольно. Про это много уже говорили, позавчера произошло, много про это разговоров было. Я, на самом деле, хотела вот про что поговорить. Немедленно заговорили о том, что столицу Казахстана, Астану, которая раньше была Акмолинск, Целиноград, Акмала, что ее переименуют в Нурсултан, и понеслось просто все возможные, да, как бы сейчас это сказать по-русски так вот аккуратно, соцсети взорвались, дикое количество всяких шуток по этому поводу, как у нас это довольно часто бывает. На самом деле, очень часто какие-то неожиданные вещи оказываются социологическим опросом. Вот политолог Екатерина Шульман, например, говорил, что с ее точки зрения реакция на переименование аэропортов была хорошим социологическим опросом, который показательно отражал какие-то общие настроения для людей характерные, что это было довольно важно. Что нам говорит вот этот вот поток нескончаемых шуток относительно переименования Астаны в Нурсултан? По-моему, ничего не говорит, потому что опросом может быть то, что предполагает альтернативу. И когда аэропорты можно было называть так, можно было называть сяк, мы узнали много нового, как адмирал Болтфлота относится к коммунелу Канта, например. Это было очень познавательное, для меня это было самое яркое впечатление. Много еще всего остального. Я лично по поводу, во время опроса аэропортов очень сожалел, что Николай Гастелло родился в Москве, потому что если бы он родился в небольшом городе и был бы его главным героем, аэропорт имени Гастелло, мне кажется, был бы замечательным мемом. Что касается, так сказать, вот переименования столицы, то, по-моему, вот это очень хороший пример того, как можно очень серьезное делать... Вернитесь, пожалуйста, в центр, спасибо. ...в языке говорить, финальную речь, что при этом делать и так далее. И вот на следующий день, буквально в течение одной секунды, все перечеркнулось. Это большое достижение Гасым Жамарта Такаева, я считаю. На самом деле, да, тут нету... Школа журналистики. Школа журналистики. Тут нету специального опроса, который бы предполагал возможность выбрать из разных вариантов, но тут есть реакция. В виде... Не просто все как бы сказали, ну да, сейчас переименуют, да, вот, вот, хорошо, мы принимаем это. Ну и началась истерика. О чем говорит эта истерика? Показательна ли она? Или это вообще такая инстинктивная истерика, которая теперь на любую инициативу будет случаться? Что это, Александр Плевович? Это разность миров, это разность планет, это разность вселенных, в которых живут Назарбаевы и обитатели интернета, молодежь, продвинутые, неполупродвинутые, всякие разные. Это полная несовместимость представления о жизни, ценностей, взглядов, убеждений, устремлений. Одновременно это замечательная демонстрация того, как можно сохранять власть, как можно переползать из-под одной коряги под другую и получать еще больше влияния, потому что ведь понятно, что переименование это жест, который... У вас есть собачка, Анечка? Нет, у меня собачки, насколько я знаю. У Уткина есть, у него, более того, есть енот, но енот тут не показатель, скорее показатель собачка, ведь что такое взять и переименовать главный город своим именем? Это, в принципе, то же самое, что для кобеля в правильном месте задрать лапу и выпустить струю нужной степени пахучести, потому что это промечивается территория. И вот два этих несовместимых мира одному миру смешны все эти вельможные, все эти замшелые, архаичные, контрсмысленные какие-то проделки этой всей власти и с другой стороны власть, которая всерьез убеждена, что можно действовать какими-то методами, которые были приняты в 17-18-19 веках. Тогда тоже, кстати говоря, очень любили все переименовывать, но тогда именовали больше, чем переименовывали, тогда проще было захватить или основать или отстроить новое местечко и его каким-то образом назвать. Сейчас, поскольку новое местечко строить дорого, сразу со всеми инфраструктурами, то поэтому переименовывают имеющиеся, но поверьте, этот назарбаевский жест с переименованием города воспринят все равно предельно иронично и это радует, потому что говорит о том, что они живут в одном мире, а мы живем в другом мире. И наш мир, наш мир страшен, да, а их мир нам смешон. Астана это как раз заново отстроенное местечко в сущности, которое существовало раньше, но в качестве довольно-таки дыры, даже по казахстанским понятиям. и это причинопятое название города за век, поэтому не совсем то же, что передавать Москву или Минск. Нет, там много всего было, я знал об этом прекрасно, я там и бывал, кстати. Лагерь там был главным образом. Да, но тем не менее, в общем, начали его строить еще при большевиках коммунистов. И все фундаменты, и все коммуникации, и весь стратегизм мест тоже был определен еще очень давно. Поэтому мы говорим о том, что сейчас, да, их мир нам смешон, а наш мир им страшен. И получив лишнее тому доказательство в виде этого суетливого переименования и в виде того, что они сейчас вынуждены изобретать какие-то вот алхимические сложные способы сохранения себя и своей власти. Потому что, ну, по сути дела, что мешало Назарбаеву нацепить на себя какой-нибудь венец в той или иной степени, ханский, царский, какой угодно, и спокойно развалясь сидеть дальше на своем троне. Нет, не мог он этого себе позволить. И он начал маневрировать, начал искать способы сохраниться и сохранить свое влияние. Посмотрим, как ему это удастся. Ну, в общем, есть, конечно, определенные проблемы, потому что некоторые вещи будут сложно переименовать. Мне все-таки больше всего понравился мем, но это практическая история. Гугл этого не отмени. Это никогда все-таки... Как теперь будет называться сайт проститутки Астаны? Господи, помилуй. Сложный вопрос. Сложный вопрос. И я думаю, что, вы знаете, вот это не наша проблема. Уткин, да. Вот давай как бы эту проблему о том, как именовать девушек на улицах, давай пусть будут решать обитатели того города, где ходят эти девушки. Я помню, что когда я последний раз был в Алма-Ате, меня немножечко удивило название Центральной улицы. Я сейчас даже не стал специально уточнять. Она была явно из советского времени, название Центральной улицы. Я спросил, почему так? Он говорит, ну, неужели ты не понимаешь? Мы ждем, когда ее можно будет назвать именем Назарбаева. Ну, вообще, вот я тебе единственное, что, давайте поставлю точку в этой бессмысленной дискуссии. Я хочу сказать, что Назарбаев-то, кстати, по всем своим, я его знаю, он по всем своим данным и параметрам, он наиболее вменяемый из всех лидеров постсоветского пространства. Это несомненно. Он самый хитрый, самый адекватный, самый современный, но все равно он из того мира. Ну, других вариантов у него, собственно, нет. Хорошо, если вы обругали нашу дискуссию, мы переходим к следующей теме. Я не обругал. Вот это мое любименькое, вы уж меня извините, ФСБ рассекретило дело адмирала Колчака. Ну, то есть она как бы там как было. Рассекречено оно так. Рассекретило, но ограничило доступ. Житель Петербурга Дмитрий Остряков направил в ФСБ запрос о рассекречивании. Он получил ответ от заместителя начальника Центрального архива ФСБ, где ему, значит, было сказано так, сообщаем, что указанное дело рассекречено в установленном порядке, при этом в архиве отметили, что ведомство ограничивает доступ к делам для тех лиц, которые подверглись политическим репрессиям, но не были реабилитированы. Значит, мемориал говорит, что по сути дела российская правопрактика заключается в том, что доступ к этим делам закрыт полностью, целиком. И правозащитная группа команда 29, представляющая интересы Острякова, она как бы намерена идти до конца и отбиваться от этого через суд. Я не первый раз с таким сюжетом сталкиваюсь, каждый раз радуюсь как дитя, честно говоря, каждый раз задаю один и тот же вопрос, чего они так боятся, мы найдем золото Колчака мистическое, что происходит. Каждый раз, в общем, есть у меня некоторая версия ответа, но я не могу к этому не возвращаться и все равно его задаю. Чего они так боятся? Анечка, поймите, вот на урановые рудники тоже не пускают кого ни по поди, да, и там, где можно найти, там, настуран или урановую обманку смоленую, туда не вхож всякий, кто хочет зайти. Вот эти все архивы, это, по сути дела, рудники, где архивариусы добывают руду, из которой позже будут сделаны те или иные идеологические фигуры, символы ракеты, клинки и так далее, так далее. Понятно, что все равно подавляющие огромные части населения уже полностью вбито в голову, что история имеет какое-то значение, что история влияет на такие вот дикарские представления, о которых я много раз уже говорил, и что история является чем-то очень важным. Она действительно для какой-то части людей в зависимости от уровня развития, она является чем-то очень важным, потому что управлять толпами, как ни странно, пригоднее и сподручнее всего, именно изобретая для них в прошлом, отковывая, рафинируя какие-то фигуры, которые показывают, что сегодня они не зря живут в настоящем. Поэтому еще неизвестно, справедливо совершенно чекисты и не пускают никого туда, потому что понимают, что, во-первых, там есть два пункта. Первый пункт это то, что это стратегическое сырье для возможной будущей идеологии, кто знает, как повернуться дела, кто знает, куда двинется эта вся недоношенная, уродливая российская идеология и какие новые кумиры понадобятся в какую минуту. Этого Колчака же надо будет из чего-то делать, да, не все же может быть совершено усилиями забавного артиста Хабенского и фильмов про то, как этот Колчак всюду целуется. Поэтому справедливо чекисты никого не пускают. И второе, не забывайте, что через подлинные архивные документы, справочки, зарплаты денщикам, сведения о том, где какую покупали ваксу, для каких сапог, сколько было потрачено на солому для подводы, в которую перевозили кислоты или оружие, да, всегда вот по этим вот документам можно прийти по следу к такой неприятной вещи, как реальная судьба этого последнего Николя 2. Особенно это связано, кстати говоря, с Колчаком. Понятное дело, что мы имеем в истории этого Екатеринбургского расстрела дел, несомненно, с очередным фейком и доказательством его моей правоты, это его запредельная, вот просто зашкаливающая литературность, так как будто бы это писали специалисты на метро Годвинмайер или другие хорошие. Не честно, Александр Геевич, вы прямо выжигаете тему, я просто в свою очередь я просто могу только перейти к следующей. Хорошо, но ты можешь похлопать с глазами, назвать меня скотиной, как-нибудь вообще оживить ситуацию. Да нет, я в общем тоже думаю, что это такой нерастраченный миф, который может быть на самом деле и губителен, потому что правда о гражданской войне, она дальше отстоит во времени, но она может быть не менее губительна, чем правда собственно об отечественной войне, поэтому одно за другим потянется. правильно мыслите, товарищ Юткин, Анечке я хочу сказать, Аня, Аня, дорогая Аня, если вам чекисты говорят, что они что-нибудь рассекретили, то будьте уверены, что они, это означает только одно, вот когда они сообщают, что они что-нибудь рассекретили, это в переводе звучит, ребята, все, что надо было, мы засекретили окончательно. Я еще думаю, а не этот ли вопрос, другое ведомство, но просто вот я подумал, а не этот ли вопрос на экране компьютера в лупу рассматривал господин Бастрыкин в начале недели? Нет, Бастрыкин к этим делам отношения не имеет, поверьте, у него хватает, нет, это в качестве забавной шутки это годится, но Бастрыкин к этому касательства не имеет, там есть другой круг интересантов, и когда-нибудь, если случится вот эта вся планетарная катастрофа и реальная так называемая история станет известна этому бедному народу, я надеюсь, этого никогда не произойдет, то вот тогда мы, может быть, повеселимся, а может быть, нас уже и не будет. А как вы думаете, зачем когда-то было засекречено дело Колчака? Засекречено дело Колчака было из тех соображений, что реальные, например, обстоятельства смерти или не смерти, Николая 2, никому никогда были не нужны, потому что и большевикам была выгодна чрезвычайно вот эта легенда о Екатеринбургском расстреле, потому что благодаря ей весь неблагонадежный контингент в стране во-первых, сразу тестировался больно ему не больно, во-вторых, очень много в этом было такого запугивающего эффекта, когда становилось понятно, что, ребята, никто долго разговаривать не будет, проведем в какой-нибудь подвал, потом там вообще много, не забывайте, что Николай 2 был одним из самых богатых людей в мире, и когда мы говорим про какое-то золото Колчака, поверьте, это смешные копейки по сравнению с тем, чем мог оперировать, наверняка оперировал посмертно или прижизненно Николай 2, поэтому там все, там масса сложных тонких факторов, вот для быдла есть так называемая история, есть вот эти вот картинки, есть художественные фильмы со злыми чекистами, с обнаженными трупами, с заплаканными царевнами, вот это вот, вот эти сказки для быдла, они были всегда. Чекисты все больше добрые Литература более чем достаточно выше крыши в этой истории про Колчака, включая романс «Гори, гори, моя звезда», включая долгую жизнь его возлюбленной Тимиревой, вот, но тем не менее, а как вот вы думаете, Айсен Геевич, Колчак, он все-таки хороший или плохой? Слушайте, мне совершенно все равно, мне неинтересен ваш Колчак. Да и не бывает хороших и плохих, Уткин, но вам ли с вашей мудростью и возрастом задавать такой идиотский вопрос? Сегодня хороший, завтра плохой, послезавтра отвратительный, омерзительный, потом снова хороший. Человек, это настолько нестабильная, Настолько нестабильная структура. Пират может быть сегодня хорошим, а завтра плохим. Без сомнения. Без сомнения. На самом деле, чтобы одно слово сказать в свою защиту, никогда я не питала никаких иллюзий относительно методов работы ЧК, и хорошо я все это понимаю, но почему у меня возникает по первости наивный вопрос, что они так боятся? Потому что я вижу, что в ряде других случаев им совершенно не мешает рассекреченность, засекреченность, им все равно, из чего лепить эту легенду. И если им надо слепить этих бакинских комиссаров, героев-памфиловцев, они лепятся из того, что есть под руками, из того, что слепило, из того, что было, воздвигаются на пьедесталы, выносятся на обложки, учебников, это все работает. Нет, 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 Анют, Анют, можно я тебя откорректирую? Я тебе, как писателю, это важно. Смотри, вот, например, в истории с панфиловцами, там просто было нечего секретить. Там этот миф был создан одним-единственным военкором, и никакой документации, никаких серьезных данных вообще не было. архива, если бы... немножко с какой-то представлением о том, как дела развивались, немедленно встали на уши. Сергей Мироненко, например, который попытался с этим мифом как-то поработать, и сказать, что, вы знаете, вообще-то был так. И это им совершенно не помешало. Наличие сотрудников архива, наличие людей, которые разбираются в предмете, наличие растекреченных документов, им никогда это не мешало ничему абсолютно. не мешало ничему, но вы помните прекрасно, Анна, что миф о панфиловцах был создан задолго до того, как первый... Это правда. как будущий Мединский еще в виде сперматозоида несся по маточной трубе. Это все произошло значительно раньше, да, и Мединский уже просто пришел на готовенька. Я бы сказал, что еще это было далеко до той гонки сперматозоидов, которая в конце концов победил тот, который стал Мединским. Ну, понятно, да. Ну, значительно, незначительно, какого он года-то. Ну, да. Да, конечно. То есть, это очень старый миф, который вот брякнулся с неба только потому, что фронтовая реалия, военная реалия требовала героев, требовала сделать их из чего угодно, сочинять. Военкорам были даны команды любой крошечный поступок немедленно надувать до размеров подвига либо, наоборот, опускать его, если там были какие-то следы власовцев или иных нежелательных персонажей. Поэтому тогда просто не успели, не успели, не досмотрели, что называется, и этот миф давно ушел в медийное пространство, он давно ушел в прокат. Давно из панфиловцев сделали этого, этих героев сталинского пантеона. А вот из тех фигур, которые посерьезнее, кто действительно выводит на так называемые механизмики истории, конечно, поверьте, поверьте, никогда такой глупости ЧК не сделает и ничего никогда не рассекретит. Конечно, в этой связи последнее, что я хочу сказать, мы долго на этой теме сидим, мне кажется, самые любопытные фигуры это вот фигуры репрессированных советских военачальников до войны, потому что их успели легендировать в одну сторону и в другую. И в этом отношении существуют такие качели, не то, что в смысле интересно разобраться. Не, а не разберетесь, на плюйте, на плюйте, во-первых, не разберетесь, во-вторых, а нахрена разбираться-то? Вот с этим Николаем, ну, какая разница, убили его, не убили, там убили, в подвале убили, или на чердаке убили, или он благополучно, сидя в кресле-качалке с покрашенными в морковный цвет усами, закончил свои дни где-нибудь в Аргентине. Какая разница? Да никакой. Есть некоторая разница. Есть некоторая разница, Александр Глебович. У нас реклама, я не знаю, что с этим делать. И потом мы начнем наш привычный спорт, который мы ведем уже много лет. Хорошо, уходим на рекламу, дальше разберемся, что делать. Да, пожалуйста. Вернемся в студию через несколько минут, вставайтесь на дожди. По «Ноптикум» на телеканале «Дождь» мы продолжаем разговор. В Третьяковской галереи посетитель разделся в обрубелевском зале до нижнего белья и прошелся по залам. Он был в нижнем белье, то есть есть фотография, где он стоит перед работой «Принцесса Грёза». Что вы? Я читал в стрингах. Он был покрыт золотой краской, поэтому там вот, а я плохо вижу, поэтому, значит, он был покрыт золотой краской, кажется, еще тело его было покрыто рунами. И пока он там, значит, ходил, другой его какой-то, видимо, знакомый, а может быть, совершенно независимый от него человек, тем временем, развесил в другом зале свои какие-то работы. Значит, никакой угрозы экспонатам и посетителям не было, это все подтверждают. Что особенно трогательно, Третьяковка незадолго до этого заключила контракт с Росгвардией для охраны выставки Репина, при том, что не на выставке Репина это все произошло. Это не первый случай, когда у нас в Третьяковке происходит какой-то хэппининг, происходит что-то несоответствующее формату. Почему Третьяковка именно страдает от запросов разного рода фриков? Вот я хочу понять. А почему страдает? Мне кажется, это очень весело. Подвергается, хорошо. Почему всех тянет на Третьяковку, я, может, она не страдает. А что в этом вообще плохого? Это прекрасно. Это в том числе прекрасно, да, совершенно верно? Это прекрасно. Нет, я обеими руками, да. Знаете, что сделал незабываемым? Мой первый детский визит в Петергоф, Анна. Потому что я специально хотел посмотреть, естественно, на фонтан, на фонтан Давида, который бьет там, насколько он не работал в этот день. А знаете, почему? Потому что в нем плавал лось. О, Господи, вот это да. Да, конечно. Это лучшее знакомство с Петергофом. Лось был без стрингов, так сказать, и без золотой краски. Без рук. Но времена меняются. Я не вижу в этом ничего ужасного, потому что, ну, кроме того, что... Это лучшее знакомство с Петергофом, которое... Действительно, Росгвардия не может быть посвящена вот в тонкости, так сказать, того, как это в полтеке довольствия. И она, конечно, хлопает глазами. Но стоит ли удивляться. А вообще, я не понимаю, что там такого плохого-то? Да прекрасно. Я только меня это... Условно говоря, я вам так вопрос сформулирую. Почему это происходит только в Третьяковке? Почему это не происходит в ГМИ, в Эрмитаже, в Русском музее и в разных других известных галереях? Вот такой у меня вопрос, собственно. А так я только за. Я за эти все золотые краски, развеску собственных работ. Я, наверное... Вот про воровство картины мне уже сложнее сказать, но тоже, в общем, некоторый фан есть. Александр Глебович, почему Третьяковка? Ну, вы знаете, во-первых, не только Третьяковка. Потому что если мы поднимем все курьезные случаи в музеях, то, поверьте мне, вот этот ваш категоризм по поводу того, что ах, только в Третьяковке. Ничего подобного. Это происходит везде. Что касается этого случая, не забывайте, что православные готовятся к Пасхе. И многие уже заранее, конечно, заранее готовятся и красят яйца, возможно, и в золотой цвет, и просто дяденька мог увлечься. И затем уже перейти и покрыть золотой краской все остальное тело. Во-вторых, слушайте, ну, это же художественная галерея. Там вменяемым людям, нормальным людям, по идее, это делать вообще нечего. Я никогда не слышал, я никогда не слышал, что подобные события происходили, например, в каких-то солидных музеях. Вот я курирую мой любимый музей. Это музей, фундаментальный музей кафедры анатомии военной медицинской академии. Вы знаете, там никогда не было таких пахстных выходок или, например, в музее геологическом. Подождите, ведь мы же не знаем, как этот дядька, как этот дядька выглядел, как он пах, не пах, что он демонстрировал, посетительницей, потому что ведь так просто ведь так вот позолотить надо всегда иметь, что золотить, да? Что мы не демонстрируем? Мы бы знали, у нас век, знаете, открытых медиа. Возможно. Вот я вам могу сказать, что во всяких таких вот музеях, куда ходят люди абсолютно вменяемые, в принципе, вменяемые, просто в силу того набора знаний, которых у них есть, они там никаких вот этих выходок не устраивают. А художественная галерея это и место, которое должно притягивать бесконечное количество фриков, бесконечное количество людей, которые веруют в самовыражение, в искусство, в золочение собственных лиц. Есть такое подразделение. Пожалуйста. В художественной галереи притягивают фриков, а научные музеи, сочи, притягивают гиков. А не получился у вас, я бы сказал, каламбур? А он получился. Ну, кому как? По-моему, нет. Нет, я понимаю, что мы по разные стороны баррикад, поэтому мы можем там перебрасываться баночками с соплями сколько угодно, но это может продолжаться долго, ничем не закончится. Это и есть то скоморожье, по сути дела, пространство, где такие вещи должны происходить. И вот я знаю очень солидных, мощных питерских музейщиков, художественных музейщиков, которые вот к этому всему относятся почти с трепетом и почти с благоговением ко всем этим проявлениям. По крайней мере, если это не вредит, если это нормализовано, структурировано, так они скорее предоставят еще залы для того, чтобы это происходило. И это правильно, потому что хотите иметь какое-то вот это вот изобразительное, художественное проявление, это же всегда фриковство в той или иной степени. Так и не удивляйтесь на безумцев в стрингах. В самом шоком смысле слова и мы с вами, Александр Николевич, пфики. Если в самом шоком смысле этого слова, я так не отрекаюсь. Знаете, для этого нужно четко-четко отформулировать понятие. Фрик Галивей был тоже с точки зрения передовых ученых того времени абсолютным фриком, потому что он ведь причинял ущерб не священному писанию, и не римской курии, и не догматам, и не канонам, а он причинял ущерб серьезным познаниям астрономии, как тогда считалось, имевшимся на тот момент. Но, кажется, мы тут согласны с тем, что все, что произошло, было абсолютно правильно и закономерно, и мы это точно не осуждаем. Да. Хорошо, давайте нам следующую тему. Так, ну вот опять не без некоторого исторического подтекста, но, тем не менее, моя любимая история. Президент Польши Анжей Дуда направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко приглашение на мероприятие, посвященное 80-летию начала Второй мировой войны. И пресс-служба Дуда сообщила, что приглашение на мероприятие эти самые не было отправлено президенту России Владимиру Путину. И когда потребовались какие-то объяснения, в Варшаве указали, что решение о том, кого приглашать на памятные мероприятия, принималось, исходя из современных, а не из исторических реалий. То есть, другими словами, что там было, в общем, не так важно, но сейчас мы не дружим и ничего вместе отмечать и вспоминать не будем. Что это за знак, Александр Глебович? Ну, во-первых, честно говоря, довольно странно было бы ожидать приглашения на день рождения. Вот человек старался, этому младенцу ручки, ножки отрывал, а потом удивлен, что ему торты не дали и вообще не позвали и в честь его не повязали бантик. Мы знаем прекрасно, что да, ну, что прятать-то голову в песок, действительно, эту бедную Польшу, гитлеровская и сталинская армия, дербанили с двух разных сторон, будучи пламенными, преданными друг другу союзниками и абсолютными единомышленниками на тот момент, это они развязали Вторую мировую войну. Думаете, Меркель тоже не позовет? Меркель не знаю, Меркель не знаю, потому что там как раз был абсолютный союз. И не забывайте, что у Польши с Россией вообще то, что называется, всегда есть, что вспомнить. Можно вспомнить позорный разгром советской армии, Польшей, в первую советско-польскую войну, которую тоже очень не любят вспоминать в сегодняшней России, потому что еще то было позорище. А что касается участия советской, российской стороны в этих юбилеях, то оно вообще было бы, я считаю, абсолютно невозможным, потому что если даже здесь удалось какое-то количество мозгов стерилизовать от этих воспоминаний и знаний, от того, как на самом деле сталинская армия вместе с гитлеровской армией дербанила Польшу, то поляки-то это помнят и помнить будут в силу своих, как бы, особенностей своей культуры, вероятно, вечно. Поэтому, как бы... Противоречиво все очень. Противоречиво. Потому что, с одной стороны, первая часть вашей тирады о поражении советской армии в конце гражданской войны от поляков, казалось бы, вот этим гордиться. И вот скорее причина... Этим они гордятся. Этим они... Они, пожалуйста, вот на что-нибудь связаны, с Кухачевским, они легко пригласят. Что касается раздербанивания гитлерской Германии и советской России, то, извините, я же говорю, Меркель-то приедет. Посмотрим. И приедет Лукашенко, что, в общем... Ну, объясните мне, пожалуйста. Лукашенко здесь вообще никто в данном случае. Он и не Советский Союз, и не Германия. Он и не Советский Союз, и не Германия. Но, кстати, если мы говорим, если мы заговорим вдруг о первой войне советско-польской, то там Белоруссия принимала серьезное участие. Ну, вообще, Белоруссия, в то время, когда это называлось Речь Посполитая, вообще была часть... Да, да, да. Это была та часть Польши, которая, в общем, вложилась, что называется, в события. Да, но... Ну, это о той войне. А об этой войне, конечно, честно говоря, вообще удивительно, что на эту тему зашла речь. Вообще, полякам, конечно, очень трудно в этом отношении разбираться, учитывая, сколько было разделов в Польше, учитывая сложную историческую судьбу, слияние, разлияние с Литвой, с частью Белоруссии, с чем-то еще, с Германией очень сложные отношения. Мы прекрасно знаем, что многие главные города Польши имеют немецкие названия и были построены немцами, Гданьск, это Данцик, да, но там много примеров самых разнообразных. Но мы помним и Грюнвальдскую битву тоже. Да, совершенно верно, просто я говорю, что полякам очень трудно в этом отношении. Помним Павалу Истачева, помним Короля Игелла и помним заодно, как выяснялись... Династию Иделлонов еще давайте вспомним. Как выяснялись отношения с Улихом фон Юнгенгеном. И Стефана Батори давайте вспомним. Это вообще из другой оперы, Уткин. Немножко промахнулся, да. Да, другая была и такая операторная. Ну понятно, хорошо, хорошо. Вот Белковский бы спел на твоем месте. Полякам просто тяжело очень разобраться всегда бывает, кого я бы звать, обида, обида страшно смешная. Страшно смешная обида. А знаем ли мы что-то про обиду? Нет, но мы видим все равно некую нервную российскую реакцию. Мы, к сожалению, других российских реакций сейчас не видим, кроме нервных, поэтому тут, да, ну, хорошо, следим за развитием. Это половина составляет реакция с покровительственной улыбкой. А, ну да, есть еще такая, да, есть еще ничего не произошло, мы ничего не знаем, ничего не случилось, да, такие тоже бывают, это правда. Хорошо, мы берем следующую тему. Промежуточный вопрос. Мой личный интерес. Леонид Парфенов возродил на Медне на Ютьюбе. И об этом давно, вообще-то, с ним, ему давно задавали этот вопрос в интервью, не хотите ли вы снова. Он отвечал по-разному, он сначала объяснял, что нет, у него находились какие-то аргументы, почему нет. Потом появился Парфенон, значит, вот на Медне на Ютьюбе. Не могу не воспользоваться случаем и не задать тот вопрос, который вам бы задал любой интервьюер, просто в первый же момент, как только он бы с вами оказался. Не хотите ли вы, Александр Глебович, возродить 600 секунд, не хотите ли вы, Василий Вячеславович, возродить футбольный клуб? Футбольный клуб уходит, начиная с лета. Нет, я не хочу, я совершенно не хочу, потому что мне представляется, что та форма полностью отработана. Мы даже пытались это сделать, и выяснилось, что, в общем, к сожалению или к счастью, но эпоха тех секунд ушла навсегда. Это была очень телевизионная штука. Вот сейчас интернет настолько нетерпим к примитивной лобовой телевизионности настолько происходит видимое и справедливое отторжение всех устоявшихся телевизионных, нарочитых, готовых, подготовленных, отмакияженных, скажем так, и монтажный, идеологический форм, что сейчас этого всего возрождать не надо. Новгородское вече было чудесным в свое время способом правления, по крайней мере, внешне чудесным, но это не значит, что его надо возрождать. Александр Геннадьевич, я хочу сказать, что я две недели назад, как говорится, по совету друзей, наконец добрался до вашего фильма «Чистилище». Я бы скорее спросил вас, почему вы перестали снимать кино, но это ладно. Анечка, мне просто очень обидно, что вы не знаете, что футбольный клуб выходит. Мы на этой неделе вообще взбаламутили, вернее я, взбаламутили все футбольное информационное пространство, только о последнем выпуске говорят, поэтому что могли, то сделали. Хорошо, почему тогда летом, если все так хорошо, почему он летом, если я правильно вас услышала, почему он летом закрывается? Он летом возродился, я сказал. Возродился. Потому что летом был чемпионат мира, и это позволило резко набрать популярность подписки и все остальное. Тогда я получила абсолютно... Да, нет, действительно, действительно, Уткинский, вот все, что связано с футболом, с футболом, поскольку Уткин там абсолютное божество, непререкаемое, и действительно самый, вероятно, крупный во всех смыслах этого слова специалист, то там действительно это может быть в любую эпоху, в любое время возрождаться, засыпать, снова возрождаться. А секунды были очень специальной формой, к тому же, не забывайте, что вообще всякое телевидение, вот лобовое телевидение, оно немножечко зашквар по сегодняшним меркам. Мы с этим должны, как бы, сидя в том самом телевизоре, должны это осознавать, хотя мы, в общем, идем на это сознательно, но просто будучи людьми чуть другого поколения. Так, а зашквар в каком смысле? Зашквар в том смысле, что это не будет воспринимаемо самыми молодыми, самыми злыми, самыми продвинутыми поколениями. Они не хотят... Это не зашквар, тогда это называется. Зашквар – это другое. Это, в смысле, вы другое хотите сказать. Аня, давайте тогда уточним, что вы имеете в виду под словом зашквар. Зашквар – это... Позор. Позор. Совершенно верно, да. То же самое имею в виду и я. Позор... Нет, не позор в смысле отставания какого-то, а это именно какая-то идеологическая вещь. Нет, нет, друзья мои, я думаю, что вы неверно слово «зашквар» трактуете. Зашквар – это не позор в литературно-художественно-историческом смысле, то есть это не... Это незабытая сепуха, да, это не несделанная харакири, это присохшая сопля к штанине. Вот что это такое. То есть это... Да нет, что, ну что же вы... Да то! Зашквар находится ровно... Зашквар семантически находится ровно в том же самом поле, что, например, вот все категории там рукопожатности и нерукопожатности. Из-за зашквара стреляются люди, нет? А кто вообще сейчас стреляется? Кто сейчас стреляется? Как же дофига кто стреляется? Я вам присылал сообщение по поводу мейнстрима, помните? Да, конечно. Мейнстрим взорваться, граната F1 у кого-то повесится. Да, совершенно верно. Ну, я имею в виду там вешаться, подрываться, но из-за зашквара... Зашквар это, в общем, такая простительная и легко списываемая на глупость и неряшливость персонажа ситуация. Вот что такое зашквар. Это, видимо, ваше питерское, я вам скажу. Слушайте, наше питерское диктует всей стране. У вас в Москве кто самый главный начальник? Питерский. У нас в Москве самый главный начальник по происхождению Манси. Манси, а над ним... Питерский сам главный начальник по происхождению. А над ним... Глава всей страны. То есть вы, как бы, вот слово питерский произносите без достаточного, я бы сказал, уважения. Нет, минуточку. Я просто хотел действительно лингвистически разобраться. Да, мы действительно питерские, мы действительно даем моды и предлагаем трактовки, и всем остальным предлагаем им следовать. А мы, московские, мы всем пользуемся, понимаете? Пользуемся. Политику делают. Пользуемся. А мы откинулись и живем. Это правда. Хорошо. Знаете, что, относительно этого слова, я вернусь к этому, вернемся к этому разговору, на самом деле, в следующей программе, потому что я произведу некоторые исследования и спрошу социолингвистов знакомых, потому что суть вашего высказывания абсолютно понятной. Вообще, я считаю, что сейчас дискуссия в смысле слова зашквар мы внесли колоссальный вклад в российскую лингвистику. Поедем дальше? Поедем дальше, если у нас осталось время. Осталось у нас время? Начинали мы с того, с программы Парфюма и Гристина, они там и ни слова и не сказали. Значит, без отбивки мы говорим, что Центр избирком отказался передать бывшему кандидату в президенты Павлу Грудельну, кандидату от КПРФ, мандат депутата Государственной Думы, освободившейся после смерти депутата от КПРФ ученого Жаре Салферова. И как-то вот, значит, члены ЦИК обосновали свое решение тем, что у Грудельна при регистрации кандидатом были незакрыты иностранные счета. И, самое интересное, уже против передачи мандата проголосовали 12 членов ЦИК. В поддержку высказался лишь один член комиссии от КПРФ. Значит, все это какой-то немножечко сюр. Почему, во-первых, у Грудельна должен быть мандат обязательно Жаре Салферова? Почему вдруг его решили прокатить? Почему вспомнили про иностранные счета? Не понимаю, что можно успеть за то короткое время, которое нам осталось. Но если есть версия... Я вам скажу. Потому что выдвижение Грудинина со стороны самого Грудинина, то, что он на это решился, это было такое некоторое западло. Это было вопреки тому плану, который был нарисован на выборах. И поэтому сейчас ему самому при каждом его новом желании тоже делают самое. Ровно за подло. Про слово за подло мы не успеем поспорить. Жаль. Да, уже никак не успеем. Александр Глебович, два слова про Грудинина у вас есть? Или уже... Мне симпатичен этот персонаж своей наглостью, своей жадностью, своей алчностью нескрываемой, своей любовью к клубнике и своим, в общем, беспутствием. А зачем запрещать чиновникам занимать какие-то должности, иметь какие-то мандаты на основании счетов, я до сих пор так и не понимаю. Я вообще за то, чтобы каждый имел бы максимальную свободу, в том числе и финансовую во всех смыслах этого слова. Со всеми перечисленными качествами Павлу Грудинину самое место в Государственной Думе. Это точно. Ой, туда Борецкого еще надо в компанию Квалуеву, вот будут красавцы. Туда много кого надо, в принципе, туда очень много кого надо. Дорогие друзья, у нас закончилось время, кодовое слово было не за шквар, как ни странно, а за прос. Это была программа по Нофтикум. Спасибо большое, Василий Вячеславович, спасибо большое, Александр Глебович. Большое, пожалуйста. Мы увидимся ровно через неделю. Счастливо оставайтесь. Ой, меня не будет, меня не будет. Значит, мы будем вдвоем. Вот. Ой. Так. Счастливо оставайтесь на дожде. Спасибо, Александр Глебович. Курим, ругаемся матом, ладно. Да.